Всем привет! Хочу сказать сразу спасибо компании DataArt и некоторым именинникам, которые приложили свою руку к организации этого мероприятия. Спасибо за теплую, даже жаркую атмосферу. Начнем. Меня зовут Серега, я занимаюсь дизайном уже 16 лет. За это время я поработал в разных отраслях дизайна и сегодня я хочу с вами поделиться коротко сокровенным о тех проблемах, которые у меня возникали и то, как я их решал. Проблема идет в первую очередь о профессиональном выгорании, когда вы работаете над одним проектом года 2-3 или в одной компании, несколько лет со временем у вас начинается такое достаточно унылое бытие, которое не приносит никакой радости, проект не звенит, на дрибле корзинка куда веселее. Собственно, ничего не помогает, пить не помогает, спать не помогает. Работа неинтересная, она скажется неинтересной. И, собственно, я был в этой ситуации несколько раз и был на грани, из этого на грани смены компаний. Ну, то, что меня удержало вообще в дизайне после этих всех проблем, это, что меня, собственно, спасло, это два аспекта. Я начал делать леваки и участвовать в конкурсах. Как уже рассказал Андрей в позапрошлом докладе, конкурсы — офигенная вещь, и она хорошо смотрится для начальства, всегда можно куда-то поехать. Но особенно сильно я хочу рассказать про леваки. Все мы их делали на зере нашей карьеры, и со временем мы перестаем ими пользоваться, но это именно та вещь, которая меня вернула, собственно, в интересность дизайна, потому что я стал относиться к ним скорее как к челленджу, к каждому такому проекту, как к некоторому хакатону. Я прямо терроризирую своих всех друзей, кому там нужен логотипчик, кому нужен сайтик, какому там театру нужны плакаты. Потому что когда ты начинаешь менять свои привычки и, собственно, свою рутину, разбавляешь ее какими-то новыми направлениями, особенно я люблю брать проекты в тех видах дизайна, с которыми я не работал. Например, иногда это прекрасно фейлиться, пробовала себя в фут-дизайне, не получилось, несъедобно. Пробовал себя в фэшне, не отшили, швейка не взялась. Но это не останавливает меня пробовать от раза к разу новыми и новыми отраслями. Это еще связано с тем, что та студия, в которой я работаю, мы специализируемся на уникальных решениях или на сложных решениях. Поэтому когда речь идет о уникальном решении, то всегда нужно почерпывать какие-то знания из других отраслей. И когда ты, условно говоря, левачил как графический дизайнер по плакатам, тебе легче сделать то же самое приложение или тот же самый сайт, который выглядит как плакат. Это только как развивалась моя творческая карьера. Я начинал как графический дизайнер. Часть работ перешла как в веб-дизайн, оттуда UX, предметный дизайн промышленный, фэшн и аксессуары, интерьеры и архитектура, упаковка, фотография, брендинг и маркетинг. Это те отрасли, в которых я работаю. И все это благодаря левакам в том или ином виде. Потому что когда я приходил в компанию работать, я становился дизайнером в узкой специализации. И на самом деле компании не то чтобы не интересно меня развивать, но у меня должно быть себя развивать сильнее, чем любой компании, в которой я работаю. Еще так как сейчас я работаю на себя, то это стало еще проще. Можно левачить прямо в рабочее время. Самая главная цель, которую я получаю, или любой другой человек, который получает, работая над левыми проектами, это то, что ты являешься основной… Обычно ты все-таки работаешь один на один с клиентом, это более короткая коммуникация, и ты являешься… Исчезают все вот эти корпоративные настройки, которые всегда в хорошо построенном бизнесе. У тебя нет проект-менеджера, у тебя нет арт-директора. Все эти решения, которые ты принял, они твои. Когда ты в обратную сторону проработал, например, в рекламном агентстве, скажем, лет пять, и ты всегда дизайнер, у тебя просто откладывается ощущение, что если что тебя поправят. Ты делаешь там пять вариантов, тебе скажут, давайте доработаем третий. Когда ты работаешь один на один с живым клиентом, пусть даже не очень большого бизнеса, он чаще всего доверяет тебе больше, чем себе. Он не просит, пришлите мне три варианта. Он говорит, сделайте мне хорошо, типа вот я как к доктору вам обращаюсь, значит, так покажите мне результат, дайте мне таблетку от всех болезней. И, конечно, самый крутой скилл, который здесь прорабатывается, это коммуникативный. То есть когда вы работаете с профессионалами, а если вы работаете в большой компании, то чаще всего вы работаете с профессионалами. Это все, конечно, прекрасно и весело. Но когда вы начинаете работать с реальными людьми, это все как бы идет к черту, сроки не выдерживаются, договоренности не выдерживаются, и начинаешь занимать другие позиции, которые ты раньше в своей компании не занимал. И это, в конце концов, позволяет тебе расти, как и специалисту. Например, поработав PM на собственном проекте, где я был одним человеком, я лучше понимаю теперь работу PM, который со мной работает. Внутренний рост отлично вообще происходит, когда ты работаешь над левыми проектами. И тут нужно сказать, что я эти проекты... Почему и называется «Ноль копеек» моя презентация? Потому что я эти проекты почти всегда делаю бесплатно. Либо я условно реинвестирую их в компанию, которая мне заказывает эти объекты. Допустим, театр попросил меня сделать афишу. Говорит, ну у нас там немного денег, мы вам все-таки заплатим. Мы договоримся о какой-то цене, пусть она там смешная, и я все равно помучаю их сознание на эти деньги. Но с ними договорились, давайте вы эти деньги вложите в нормальный, например, свет. Или в нормальный, например, какой-то там... Отфотографируйте хотя бы себе для своего же Инстаграма. То есть отчасти все эти леваки, их можно называть социальными проектами, но как бы они коммерческие в своей сути. То есть человек приходит к коммерческому проекту и получает социальный проект. Параллельно к одной из вещей, которыми занимаюсь из дня в день, я помогаю разным компаниям, консультирую их по найму дизайнеров. И когда я собеседую дизайнера, есть вещи, на которые я спрашиваю, например, какой самый амбициозный проект, который человек хочет сделать. Это хорошо позволяет понять вообще, насколько человек мыслит себя в дизайне. Вот если бы у тебя была возможность делать все что угодно, что бы ты делал? И амбициозность ответа на этот вопрос она хорошо показывает вообще, насколько человек себя комфортно чувствует в роли дизайнера, насколько он видит себя зажатым в рамке должностной инструкции. Кто-то говорит, я хочу сделать, например, сложный интерфейс. Мы говорим, ну отлично. Или ты самый амбициозный проект, который хочет сделать, ну и хорошо. Кто-то хочет разукрасить для SpaceX, например, их ракету. Ну это уже как бы интереснее. И работа над подобными проектами, она дает даже при дальнейшем поиске работы некоторые unfair advantages, когда вы являетесь специалистом еще в смежных отраслях. Например, не только UX, но еще и 3D. И когда у вас вот лежит ваша CV-шечка, вот такого же еще одного, как и вы, это тот самый момент, который может сбалансировать вашу сторону. Подобные работы, почему именно я сокращался на них, а не на конкурсах, в которых я раньше много принимал участие, потому что они являются более реалистичным отображением реальности. Потому что когда дело заканчивается не тем, что я на дрибл выложил эту картинку, а когда я вижу, что этот логотипчик висит, я прохожу, я вижу все ошибки, которые я сделал, они меня будут терроризировать потом до конца, насколько я вижу этот логотип. Цвет немножко не угадал, потом ходишь, смотришь, стыдно, понимаешь, что в следующий раз надо будет поаккуратнее, потому что арт-директора не было, клиент полностью доверял, или я его переубедил, потому что я уже прокачал коммуникационные скиллы, чтобы сказать, что да, этот розовый, это самый удобный в печати. Потом поплыл, ну и что? Это классный настройка этого компуса, какой-то реальности, которая помогает лучше оценивать, что есть не только сложные, даже корпоративные структуры, где там миллион решений. Вот, хочешь смелое решение? Предлагай, сможешь обосновать его финансовую сторону. Никто никогда не говорит слишком дорого. Бывает оправдано или не оправдано. Это один из способов, как настроиться на такое оправдание. Ну и точно так же, как я получаю такие заказы. Кроме того, что каждый обычный человек думает, что все дизайнеры друг друга знают, и когда ко мне приходит человек и говорит, а ты не знаешь человека, который может логотипчик нарисовать? Я такой, а для чего тебе логотипчик? Говорит, ну у нас там бельевой бренд. Такой, секундочку, а что вы делаете? И как бы начинается разговор. Говорит, ну денег у нас немного, всегда так говорят. И корпоративные клиенты так говорят, и маленькие клиенты. Ты говоришь, деньги мы еще обсудим, что там подробнее, что у нас, о каком белье идет речь? И так постепенно можно в свою паутину дизайна завлечь очередную жертву. Самая большая проблема в работе над леваками, так чтобы не жертвовать своей основной работой, потому что все-таки основная работа, она же и кормит. Леваки они не кормят, в моей прекрасной интерпретации. Это найти на них свободное время. Поэтому я и теглайн у своего доклада и написал, что как получить еще меньше свободного времени. Я вышел из этой ситуации тем, что я выделяю себе один день в неделю исключительно на некоммерческие проекты. То есть у меня есть такое понятие, как творческий шаббат. Каждую субботу я работаю только над некоммерческими проектами. Все, что мне не приносит денег, но все, что мне интересно, потому что иначе я не буду этого делать. Это то, что, например, эту презентацию я сделал сегодня, потому что сегодня суббота. Сегодня полностью соответствовало всей тенденции. Если вы будете пробовать заниматься этим же, хорошо выбирайте время, потому что, несмотря на то, что левак, это такая же точная работа, это такой же точный проект со всеми теми же проблемами, какие есть у ваших рабочих проектов. нехватка времени, плохое техническое задание, отсутствие понимания у клиента. Все-все-все дела. И все каталогизируем, все в списках, все в чекбоксах, список проектов, которые нужно сделать. Потому что если вы занимаетесь подобными делами раз в неделю, это хорошая тренировка, когда можно отключиться и заниматься только чем-то потусторонним. За неделю выветривается очень много информации. Поэтому если вы совет обывалых, если вы будете такое делать, хорошо документируйте все свои действия. Это очень сложно делать, когда работаешь сам с собой, но это очень неполодотворно в плане эффективности из того, что получается. Ну и мой личный совет — не работать дома, работать в каворкинге, чтобы дом оставался все-таки домом, ощущение работы было в каком-то рабочем пространстве. Вот. На этом, наверное, все. Да. На этом все. Спасибо.